А почему они в таком состоянии находятся сейчас? И кто за это должен нести ответственность? Кто виноват? Где реставрация? Потому что даже если эти дома не горят, они увядают. Одни говорят, дослезите уже эти деревяшки, другие деревянное зодчество, особенность Иркутска. Где истина? Истина здесь очень личностная. Для кого-то деревянное зодчество – это их жизнь. Они там живут в этих домах в достаточно сложных условиях, тяжелых. Они иногда без отопления, иногда без надлежащей канализации. Дома стареют, они разрушаются. Это очень сложно их ремонтировать самим. И нормы не позволяют их фундаментально перестраивать. И для них дом превращается в муку. Для многих людей, которые с деревянным зодчеством вообще не соприкасались никогда в жизни, для них эти все памятники – это просто кусочки дерева, ничего не значащие орнаменты. В Иркутске все еще сохранилась ландшафтная застройка. Застройка панорамная. Для туризма это, конечно, тоже уникально. Кто виноват, что деревянные дома Иркутска разрушаются и растают в землю? Как можно изменить эту ситуацию? С одной стороны, хочется ответить на этот вопрос, что это время виноват. Потому что именно время все пожирает, но виноваты и отношения. Мы вот гуляем с вами сейчас по 130-му кварталу, который так сложно и тяжело создавался. Множество споров вызывал. Я в своей практике не встречал ни одного туриста, который после рассказа о том, что такое 130-й квартал, что здесь есть, сказал бы, нет, это плохо, это не нужно было бы делать. Единственный, наверное, такой путь, и мы буквально по нему сейчас идем, это путь глобальной реставрации. У нас есть проект, проект, который уже давно должен был бы шагать по этим улицам, так же, как он когда-то перенес сюда все эти здания, проект в кварталы. Охват реставрации, который там запланирован, он огромен. И если бы это все шло и продолжалось, это было бы, конечно, замечательно. Но, к сожалению, тенденция сейчас изменилась. Уже привычно слышать, что сгорел очередной деревянный памятник в центре, так расчищая территорию добычной застройки. Как защитить исторический центр Иркутска? Вообще говоря, по закону, те дома, которые состоят в реестре памятников, даже если происходит их частичная или практически полная утеря, они все равно должны быть восстановлены. Должно быть произведено заключение комиссии. И вот это заключение комиссии может этот дом из памятников и вывести тоже. И вот тут важно, конечно, понимать, если этот дом будет выведен из памятников, конечно, он будет снесен просто тем, кто инициирует эти решения, кто составляет эти заключения, а суди кто. Так, например, всем известна история с домом Переваловых. Мы его потеряли безвозвратно абсолютно, причем совершенно варварским способом. Домов, которые сейчас находятся, даже не в сгоревшем состоянии, а в состоянии предсмертном, практически их много. А почему они в таком состоянии находятся сейчас? И кто за это должен нести ответственность? Кто виноват? Где, где, где реставрация? Вот, потому что даже если эти дома не горят, они увядают.